Трека, который у нас будут, давайте еще раз повторим. Это некий Identity Key Management, это игры, Fraud Detector и Documents and Task Slow. Вы назвали их так. Описание всех этих треков вы также сможете найти в Телеграме. Мы вам сращали презентацию. Вы можете задавать вопросы, если они у вас возникают. Подходить к членам жюри, к нашим экспертам-одратам, спрашивать про это. Ну и, конечно, там будут лежать бумажки, на которых, опять же, они написаны. Они вам еще пригодятся, я вам расскажу, когда. Итак, как члены жюри будут оценивать вашу работу? В первую очередь, конечно, оригинальность идеи. То есть, насколько хорошо вы решили обозначенную проблему, как творчески вы к ней подошли. Качество проработы бэкэнда и фронтэнда, понятное дело. То есть, у вас бэкэнд как у него должен быть работающий, фронтэнд, чем красивее, тем лучше, чем понятнее, тем лучше, я бы даже сказал. И применимость на практике. То есть, если вы сделаете, решите проблему, что, я не знаю, можно находить скан токена, но это работает только на том списке, который вы выложили на GitHub, то это, понятно, что неприменимо. Поэтому должна быть применимость. И качество презентации, как вы рассказывать будете. О презентации, о защите проектов мы поговорим, я думаю, с вами уже в воскресенье. То есть, мы уделим это небольшое количество времени, чтобы рассказать, что и как. Но уже сейчас мы можем вам рассказать, какая должна быть структура вашей презентации. То есть, мы это тоже с вами расшарим. Не переживайте, можно не фотографировать. Ладно, так уже будет, раз хотите. Фотографируйте. Итак, на самом деле, мы вам рассказали про все наши четыре трека. У вас будет ровно два дня, чтобы решить эти задачи. То есть, к вечеру-воскресенью, там, если вы можете посмотреть опять на презентации, которую мы вам вышли, мы ожидаем от вас решения и защиты всего этого дела. Сейчас мы предлагаем вам делиться на команды и выбирать трек, по которому вы хотите работать. Не здесь, там, за этими стенами, вы найдете пять флипчартов. Пять штук. Четыре флипчарта предназначены для того, чтобы если у вас уже есть команда, вы записывались на трек. То есть, у каждого флипчарта стоит трек, там, номер один, два, три, четыре. Записываете название команды и участников команды. Это для тех, кто пришел уже в составе команды. Просто знаем, что вас достаточно много. Для тех, кто пришел поодиночке, кто ищет команду или кто хочет к кому-то присоединиться, кто хочет создать команду, будет пятый флипчарт. На этом флипчарте, там есть разденовка, там должен быть небольшой шаблон. Вы заполняете ваше имя, кто вы, программист, дизайнер, кто-то еще. Какой трек вы хотите, если вам это принципиально. И контакты оставляете. Ну и, конечно, кроме флипчартов, есть телеграмм. Пожалуйста, самоорганизуйтесь. Мы рассчитываем на вашу групповую динамику. Наверное, люди, которые были на предыдущих акатонах Waves, знают, что у нас тогда механика была такая принудительная, что вот мы вас там объединили в команды. В этот раз мы решили поэкспериментировать и полностью вам сами протоставить возможность формировать команды. В команде может быть до шести человек. То есть, не больше шести человек. То есть, в меньшую сторону хотите одни, пожалуйста, одни, но не больше шести. Это, в принципе, самое главное правило. Ну и в конце я хотел бы вам всем пожелать удачи. Завтра мы с вами встречаемся в 10 утра и уже начинаем непосредственно хардкодить. Сейчас я призываю всех заполнить флипчарты. Обратите внимание, вот пятый флипчарт, который для одиночек, мы вам предлагаем точно там же просто стоять, общаться друг с другом, находить еще команды. То есть, записывайте сейчас на флипчарт, а после этого вас там будут ждать, в том числе и пиво, про которое вы все спрашивали. Да, есть вопросы? А возможно дистанционное участие? К сожалению, защита должна быть на месте в любом случае. Нет, одного, например, человека, который в другом городе. Я думаю, да, что с этим никаких проблем в принципе нет. А можно еще зарегистрировать людей? Если у нас команда, у нас четверо, мы еще двоих хотим, мы просто не думали, что будет ограничение в 4 человека, а не в 6. Если вы хотите, то я думаю, что да, мы можем завтра утром, пусть они подходят, мы можем решить вопрос. А есть аналогичный вопрос? Если 7 человек, а одного у нас 2 людей? Только 6, к сожалению. Да, вопрос там. Я, к сожалению, плохо слышу, поэтому можно погромчить? На самом деле, можно просто в воскресенье вечером прийти, но нам бы хотелось, чтобы хотя бы кто-то от вашей команды был, чтобы мы понимали, что как происходит. Ну, я на самом деле, честно говоря, сомневаюсь, что вы сможете, не задавая вопросы, разобраться достаточно хорошо. Поэтому все-таки хотя бы кто-то от команды присутствует на площадке, крайне желательно. Да. Я бегу, секунду. Сейчас, микрофон прибежит. А запись в окшопе будет? Записи в окшопе у нас, к сожалению, не предусмотрено. У нас еще был вопрос где-то. Ну, вот здесь. Ну да, четвертый. Да, да. Четвертый. Да, вот у меня следующий вопрос. Да, да, да. Сейчас мы берем какой-то трек, там, где-нибудь завтра, там, в 4 часа утра, поймем, что к другому подходит, собственно. И, скорее всего, это даже больше ближе к другому треку. В 11 утра завтра мы финализируем треки. До 11 утра завтрашнего дня у вас есть время, если что, поменять ваш трек. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы? Нам всех. Ну, вопросов больше нет, поэтому давайте приступаем к заполнению наших клипчатлов, которые стоят там, а дальше уже, как вы сами знаете, что есть. Все, спасибо, Жима. Нам нужны все. Не записывайся. Видишь, что ты записываешь? Вот нами, да? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»